ВОЛОДИНЫЙ ЗВОНОК Приносит ей миллион долларов в год. Есть у Володины и еще один личный рекорд. 240 перелетов в год. Ровно столько раз в прошлом году она летала в Нью-Йорк и Милан, Париж и Токио. На самолете, как на такси, Володина летает на работу. ВОЛОДИНЫЙ ЗВОНОК И, соответственно, я работаю сейчас над своим будущим. Я купила свою квартиру здесь, купила свою квартиру в Париже. Сейчас я работаю над тем, чтобы купить дом. То есть я работаю на свое будущее. Одну вот эту квартиру я купила после того, как заключила контракт с ВОЛОДИНО. Сегодня у супермодели Володиной собственные апартаменты в центре Парижа. В двух шагах от Елисейских полей. И роскошная квартира в престижном районе Москвы. Парижская пока она еще не готова. Я ее только купила. У меня только в декабре закончился ремонт. Еще одну квартиру в Казани Женя купила родителям со своего первого контракта в 2002 году. Тогда Володина заработала свой первый миллион. Первое время просто ходили и аукались. И искали друг друга, потому что мы остались вдвоем с ним. Поэтому там, я здесь, и кричали ау. Где ты? В Казань супермодель Володина приезжает не только к родителям. Здесь ждет ее любимый человек. Он не миллионер и не аристократ, а простой казанский парень. Костя. Поначалу, да, конечно, это было тяжело для него. Но мы с этим справились. Все-таки любовь творит чудеса. Вы понимаете прекрасно, что я вижу человека, в лучшем случае, может быть, из всего года всего три месяца, скажем так, вот относительно. Люди вот год вместе, да, они каждый день друг друга видят, общаются, мелькают, проводят время вместе. У нас где-то в среднем это набегает, может быть, месяца три. Все основное время она проводит там. Там это вот весь тот огромный мир, потому что за неделю может быть четыре прилета в разные страны. Говорить о ревности здесь, это можно себя накрутить, превратить себя в неврастение, клеить в больничку просто и все. Казань, рабочий пригород. Авиастроительный район. Это родина Жени Володиной. В этой квартире прошло детство супермодели. Сегодня здесь живет ее старшая сестра, Юлия. До этого в однокомнатной хрущевке многодетные Володины жили в шестером. Родители Жени и их четверо детей. Сейчас намного как бы смотрится просторнее. Раньше здесь посередине стоял шкаф, за которым была кровать, где спала моя сестра. Рядом была еще одна кровать, где спала я. Когда все это разбирали? Это все разбиралось. Здесь был только узенький проход, да. То есть это была такая тропиночка. А вообще, когда она родилась, кроватку некуда было ставить. И мы... А, она спала на столе. Да. Ну вот она у нас спала на столе. Так, одеялко подкручивали. Ложбиночку делали, клали ее спать. Ну, как бы на кухне была у нас только мама. Так что ей-то места хватало. То, что здесь кухня 18 метров, то, что там комната 18 метров. Вот и все. А кухня там была 5,5 метров. Ну, что, хрущевка, наверное, хрущевка. Кто первый пришел, тот покушал. Родители Жени простые рабочие. Отец токарь, мама сапожник. Причем, классический пример поговорки. Сапожник без сапог. Денегам всегда не хватало ни на еду, ни на одежду. Чтобы вырастить четверых детей, родители Жени хватались за любую работу. Отец после заводской смены подрабатывал на спасательной станции. По выходным охранил автостоянку. Мама днем работала на обувной фабрике, а ночью шила на заказ. Продолжение следует...